На льду воспитанники дворца спорта Орленок. Ежедневно на этой ледовой арене проходит около 20 тренировок. Перед каждой каток обслуживает ледовар. Сейчас его работу упрощает техника. А вот раньше выравнивали лед чуть ли не вручную. Делится ледовар со стажем Анатолий Суслопаров. Технологии никакой собственности нет. Холод, мороз нужен. Ну не обязательно мороз, но погода, при которой температура была такая, чтобы вода застывала. Вообще вода у нас жесткая здесь, в Перми. Так что катит плохо. По сравнению с Челябинском, с Кировом. Обслуживание этой ледовой арены занимает в среднем 15 минут. Лед – материал капризный, поэтому скурпулезность и терпение – основные черты характера, которые присущи ледоварам. У нас здесь очень большие перепады. По высоте 50 сантиметров только перепад идет. Поэтому воды очень большой расход. Потому что он скользил лучше для соревнований, для конькобельцев. Ну вот это там бывало, что добавляли кое-что для смещения воды. Секретный компонент состава льда раскрыли коллеги фигуристов – хоккеисты. Они подмечают, что в воду ледовары добавляют обычный стиральный порошок. Результат работы ледовара фигуристы оценивают сразу. Семен Степанов выходит на лед Орленка уже 15 лет. И абсолютно уверен, что существенный вклад в его победы вносит человек по профессии ледовар. Для меня Орленок – это как второй дом. Мне здесь тепло, уютно, все замечательно. Есть желание, каток, лед, коньки. Больше ничего не нужно.